всем привет сегодня мы готовим очень вкусный шоколадный торт бисквит для торта будет на кефире получается такой торт очень очень вкусный сочный нежный и красивый для приготовления нам понадобится 250 грамм муки 200 грамм сахара 270 миллилитров кефира яйца какао растительное масло и сода 1 чайная ложка все продукты должны быть комнатной температуры особенно кефир одну чайную ложку соды добавляю 270 миллилитров кефира кефир должен быть комнатной температуры и хорошо перемешиваю вот видно реакция произошла оставляем кефир и пока займемся бисквитом в емкость выбивают 3 яйца добавляю 200 грамм сахара и хорошо взбиваю миксером масса должна побелеть увеличится вдвое пока я взбиваю нажмите на колокольчик чтобы подписаться на мой канал у меня рецепты вкусные проверенные новые видео выходят два раза в неделю во взбитые с сахаром яйца добавляю 270 миллилитров кефира и немножко перемешиваю миксером начинаю просеивать муку и просеиваю 3 столовые ложки какао сначала все хорошо перемешиваю лопаткой добавляю 30 миллилитров растительного масла и затем хорошо перемешиваю миксером но не взбиваю а перемешиваю совсем немножко до однородности вот такая по консистенции должна получиться масса беру формочку у меня формочка диаметром 24 сантиметра перекладываю ее пергаментной бумагой смазываю сливочным маслом и выливаю тесто формочку заранее разогретую духовку до 180 градусов ставлю запекаться тесто на 35 минут выпекаю до сухой зубочистки оставляю бисквит остывать приготовлю сироп для смазки бисквита для этого смешиваю 200 миллилитров воды 50 граммами сахара и оставляю кипятиться 10 минут на среднем огне оставляю сироп остыть когда он остынет добавляю экстракт ванили одну столовую ложку и перемешиваю переливаю сироп в небольшую емкость сироп готов бисквит остыл достаю его из формочки и перекладываю сразу на блюдо верхом вниз убираю кондитерскую бумагу ножом отмечаю линию разреза и с помощью нитки разрезаю бисквит на два коржа приготовлю крем крем будет сметанный на этот тортик у меня ушло 750 грамм сметаны и 7 столовых ложек сахарной пудры смешиваем сметану с сахарной пудрой и хорошо взбиваем миксером сметана должна быть очень очень холодная на моем канале есть другие рецепты тортов выпечки ссылки я вам оставлю в описании под видео также как и точное количество ингредиентов на этот торт когда вы видите что уже начинают оставаться такие как бы следы на сметане значит крем сбит можно выключать миксер все готово начинаю собирать тортик сначала хорошо обильно смазываю сиропом первый корж сверху обильно выкладываем сметанный крем я бы даже посоветовала воспользоваться кондитерским мешком выложить крем в кондитерский мешок и круговыми движениями чтобы получилось однородно все выложить крем на первый корж затем накладываем второй корж сверху пропитываем его также пропиткой которую мы сделали с ванильным экстрактом и также смазываем обильно кремом по бокам тортик тоже нужно хорошо смазать кремом чтобы все пустые места заполнились отправляем торт холодильник на несколько часов у меня тортик провел всю ночь в холодильнике затем я помыла клубнику и нарезаю ее напополам вдоль напополам некоторые клубнички я оставила специально с листиками делаю стружку из шоколада сначала посыпаю тортик стружкой из шоколада его можно уже оставить так и дальше не продолжать украшать ровненько распределить всю стружку по тортику и оставить так также тортик можно украсить по-другому или с другими фруктами те которые у вас есть у меня была клубника я украсила клубникой украшайте по своему усмотрению с клубникой получается очень вкусно очень советую вам приготовить такой торт такой торт не потребует у вас особых навыков приготовления и он стоит того чтобы его обязательно попробовать посмотрите как он смотрится в разрезе режется он очень легко потому что получается такой нежный воздушный очень советую взять этот рецепт на заметку ставьте лайк если рецепт вам понравился подписывайтесь на мой канал делитесь видео с друзьями всем желаю приятного аппетита и до новых встреч с новыми рецептами видео субтитры сделал DimaTorzok